Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаю знакомить вас со своей книжкой «Маленькие истории». И сегодня у нас история, которая называется «Снег». Но перед этим приглашаю вас погадать с помощью моей книжечки. Напишите в комментариях цифры от 8 до 50, выберите любую одну цифру. Я открою вам страницу с номером вашей цифры и прочитаю вам видеопророчество. А сегодня у нас произведение «Состояние». «Снег». Я была белой-белой, чистой. «Что может быть прекрасней, чем быть снегом?» Я покрывала горы, окутывала ели, а самое главное — обороняла старую избушку. Она тяжело дышала дымом, а к ее двери во мне была протоптана тропинка. Там всегда заходило солнце, улыбалась, и я отвечала ему сиянием. Но солнце все время исчезало, скрывалось, бежало от одинокого дома. Кто там жил, я не знаю. Почему солнце убегало? Но все равно я верой и правдой служила избушке. Я снег. С рождения во мне кандалы мороза. Могу думать, но не могу ничего сделать. Не пошевелиться. Исчезни, отпусти. Я хочу на волю. Боже, спаси меня. Я хочу к маме домой. А у меня только эта избушка, только этот долг. И некуда бежать, потому что дом твой здесь. И ты парализована. А солнце не зашло. Смотрела на меня, держала за руку, и я плакала сосульками за свободой, которую я никогда не имела. Зло отпускало. В сосульках от солнечной улыбки рождалась радуга. А сосульки падались и разбивались. Их осколки освобождали маленькие райдуги на свободу. Освобождали себя и меня. Радужки летали свободно, плавали в воздухе, и я тянулась к ним. Солнца становилось больше. Я спускалась с гор, с деревьев. Меня становилось больше. Свобода. Хлынула бурным, неудержимым потоком вниз. Мощным взмахом бурлящего, всесильного крыла снесла дом с поверхности земли. Разбуялым желудком реки переварила его и бросила обламки вниз. И след простыл, и след не нужен. Я вся текла, бушующая, бесконечно падала вниз и поднималась к солнцу. И снова падала, дышала. Меня стало безграничной. Безграничная воды летит, бурлит, движется, живет. Меня так много, с огромной скалы лечу вниз безграничностью. И постоянно светит солнце. И только шшшшшшшшш вокруг. Что может быть прекрасней, чем быть водой? На самом деле это произведение о том, как тает снег. О том, как сначала такой уют, все замерзлое, а потом водопад. Если вам нравятся мои произведения, подписывайтесь на канал. Ставьте этому пальчики вверх. Погадайте на моей книжечке. Обязательно нажмите на колокольчик. И до новых встреч! Продолжение следует...